Всем привет! Меня зовут Наиля, и я очень рада поделиться с вами своей историей. В 2013 году, в январе месяце, я, супруг и наш двухлетний сынок переехали в Нью-Йорк по рабочей визе L1. Эта виза выдается сотрудникам, которых переводят внутри компании. И, соответственно, я, как супруга, тоже имела право на работу. Зная это, за год до нашего отъезда я начала задумываться о том, кем же я буду работать в Нью-Йорке. Нашла сайт «Говорим про ЕС» и на сайте узнала о существовании школы Михаила Портнова, которая обучает тестировщиков. Исследовала эту тему, мне очень понравилось. Я решила, что когда мы приедем в Нью-Йорк, я пройду онлайн-курс и найду работу тестировщиком. Так и получилось. В январе месяце мы приехали, весной я уже получила документы о разрешении на работу, саму карточку, ей идея называется. И где-то в мае или в апреле месяце взяла онлайн-курс. Онлайн-курс мы еще даже не закончили, но мы уже начинали размещать резюме на сайтах по поиску работы и получать звонки от работодателей, рекрутеров. Так получилось, что в моем случае первые 7-8 звонков были от рекрутеров-индусов, и, честно говоря, разговор у нас с ними не складывался совершенно. И иногда такие были чувства, что это невозможно, как пройти свое беседование, когда ты не понимаешь друг друга. Но сильные не сдаются. Михаил нас вдохновлял, говорил, что все получится. И я дождалась также звонка от рекрутера, который чисто говорил по-английски, мы друг друга поняли. И в конце разговора он мне заявляет, а вы можете прямо сейчас приехать на собеседование? Я ему сказала, что я нахожусь сейчас в Нью-Джерси, и дорога займет полтора-два часа. Он сказал, хорошо, я буду вас ждать. Небольшая предыстория, то что наш ребенок ходил в русский садик, который находился за час езды от нашего дома вглубь Нью-Джерси. И, соответственно, я занималась библиотекой, которая находилась рядом с этим садиком, и целый день была тоже в отдаленности от нашего дома. И когда я положила трубку, я поняла, что у меня нет возможности поехать и переодеться. То есть это тогда займет еще больше времени. И я решила ехать в том, в чем я была одета. А одета я была в прогулочном стиле, как будто я пошла в парк погулять. Я знала, что это ошибка, но вариантов не было, и я уже не стала звонить ему и отменять. Решила поехать. Приехала в Нью-Йорк, и уже в тот момент, когда я была в офисе и его ожидала, я увидела рекрутеров, которые были одеты все очень в строгом, красивом таком стиле. Я себя чувствовала там, честно говоря, не в своей тарелке. И правильно чувствовала, потому что в конце нашего собеседования рекрутер мне сказал то, что если вы идете на собеседование, нужно все-таки одеться в строгий стиль. Ну, я ему объяснила, конечно, то, что я была далеко от дома и так далее, но это уже, как говорится, мои проблемы. Я поняла, что у нас с ним не сложилось, поэтому попросила его назвать мне компанию, которая занимается поиском сотрудника. И он мне сказал название, я его не расслышала. Он попросил его написать на листочке. Аргументировала я это тем, что я почитаю про эту компанию. Если они меня пригласят, я уже буду знать о них что-то. Он мне написал на листочке название компании, и я ушла. Про себя я... Также мы с ним договорились о том, что в течение одной недели он мне сообщит результат, какой бы он ни был. Про себя я уже знала, то, что если он мне не перезвонит, то я буду обращаться в эту компанию сама, напрямую. Он мне не перезвонил, ну, я чувствовала, что он мне не перезвонит. Он мне не перезвонил, даже с ответом нет, например, да, не перезвонил. И я решила то, что договоренность у нас с ним была на неделю. Раз он мне не перезвонил, тогда я сама буду обращаться в эту компанию. Решила так. Думаю, найду сейчас, поищу ошибки на их сайте. А вдруг найду. Начала искать, нашла две ошибки. Оформила их как следует. Написала письмо о том, что я очень хотела бы получить работу в их компании. Приложила свое резюме, описала две ошибки, как нас учили правильно. И отправила им письмо. Они мне перезвонили в этот же день. Я разговаривала с HR-менеджером. В течение 10-15 минут было такое мини-собеседование. И она пригласила меня уже через несколько дней к ним в офис на собеседование. Приехала я в Нью-Йорк, нашла это здание, поднялась, меня провели в конференц-зал. И со мной собеседовало 4 человека. Три из них были руководители мои, а четвертый был тоже тестировщица, девушка была. Собеседование длилось 2,5 часа. И самое интересное то, что в основном я решала задачи. Было три задачи логически. Каждый из них, трое из четверых, мне задали по одной задаче математической. Это, может быть, вы слышали, про 8 шариков найти за 2 взвешивания, самый тяжелый. Про двери, про литры, ну, такого типа задачи. И собеседование закончилось. Я вышла из офиса с дикой головной болью, вот, видимо, от напряжения. И где-то прошло 5 минут, я еще даже не успела дойти до автобусной станции, как мне поступил звонок. И я даже не поняла, было так шумно, от кого этот звонок. Я просто сказала в трубку, что, пожалуйста, перезвоните позже, я вас не слышу вообще. И мне поступил второй звонок, тогда, когда я еще ехала в автобусе в Нью-Джерси. И в этот раз я уже поняла, что это они, но опять было сложно разобрать. И я попросила их, чтобы они написали мне письмо. Они мне написали письмо, я пришла домой, прочитала. Это было приглашение на работу, то есть мне нужно было выходить уже завтра. Зарплата была 20 долларов в час за вычетом налогов. Супругу сообщил, он мне не поверил, пока я ему не показала письмо. Вместе порадовались, и на следующий день я вышла на работу. Первый день был тоже интересным. Почему? Потому что у них по вторникам были презентации, вся компания собиралась в большой комнате. И после презентации новые сотрудники представлялись, рассказывали о себе и говорили какую-то фан-историю, интересную историю о себе, смешную. Как мне сказали, когда я пришла во вторник, это был вторник, первый рабочий день, мне сказали, сейчас ты будешь себя презентовать. Честно говоря, я не ожидала этого. И за несколько минут я пыталась что-то придумать в своей голове, но такое было волнение, что мысли просто разлетались. В итоге настал мой час, я вышла, все-таки смогла рассказать что-то о себе. Интересную историю мне было сложно как-то придумать и рассказать, вернее, не придумать, а вспомнить. Поэтому неожиданно для себя так получилось, что я сказала, что до этого я работала всегда удаленно, и я очень рада работать с реальными американцами, наконец-то. Им это показалось почему-то очень забавно, мы не рассмеялись, захлопали в ладоши. В общем, вот так прошла моя презентация. И хочется сказать то, что нельзя сдаваться. Вот рекрутер, например, мне не позвонил. Я могла постесняться, написать ему, подумать, ну ладно, еще мне позвонят. Но я не стала этого делать, потому что я хотела получить работу. И человек, когда хочет получить желаемое, он должен приложить все усилия для этого. Не 50%, не 60%, а все усилия для этого. И вот как доказательство в данном случае, например, я приложила все усилия и получила эту работу. Ну, в принципе, на этом все. Еще раз хочу сказать спасибо Михаилу за такую возможность замечательную, за то, что я поработала в Нью-Йорке тестировщиком. Скажу, что сейчас я нахожусь с супругом в России, потому что его компания закрылась, и нам пришлось вернуться, потому что у нас была виза L1. Может быть, можно было, конечно, найти способ остаться, но как-то так получилось, что мы вернулись. Я, честно говоря, не теряю надежды о том, что мы еще вернемся в Соединенные Штаты, потому что у меня есть большое желание, у супруга менее большое, а у меня большое желание. И если мы вернемся, я, конечно же, также продолжу свою работу в тестировании. Ну, в принципе, на этом все. Спасибо всем. Пока!